Доброго времени суток, товарищи! Сегодня философско-эзотерическо-магический выпуск. Кто подписан на мою телегу, чего я вам всем категорически советую, потому что там Андрюха раскрывается сейчас в максимально полной мере. На все остальное подписаться тоже лучше. Но телега, а это именно сейчас центр обители Андрюхи, база повстанцев, все такое. Так вот, кто следит, я там поднял темку, вообще насчет книжечек, насчет чего-то, линейки, линейка никуда не девается. Ребятки, Олимпиада на этой неделе будет вообще по полной программе. И даже не только сегодня, то есть и завтра, и послезавтра я в любом случае буду стримить линейку, пойду на Олимпиаду, все серьезно, сделаю мувик. За это не переживайте вообще. Но природа настолько очистилась и настолько хорошо, что хочется на ней сидеть. Мне хочется что-то такое поведать, чего я мог поведать, допустим, давным-давно. За что меня многие, конечно же, наверное, затроллят и закидают там какими-то тухлыми яйцами. Но, тем не менее, я рискну. Мы поговорим о высоких материях, так сказать, о Боге, о том, почему я применяю некую, скажем так, условно понятной терминологии, эпик-бижутерию в своей жизни уже несколько лет. И считаю, что она приносит свои результаты. Покажу, какую именно я применяю эпик-бижутерию, и что это значит. И посею, собственно говоря, семя для дальнейшего такого какого-то философско-эзотерического духовного контента, к которому я, безусловно, очень-очень сильно предрасположен. Просто большинство людей, к сожалению, очень скептически к этому относятся. Но я постараюсь, пользуясь тем, что я одновременно понимаю, допустим, и в программировании, и в играх, и в литературе, что-то в музыке, что-то в кинематографе, что-то в людях, психологии, вот. Что-то в эзотерике, в каких-то там, допустим, даусских буддийских системах, эмантических в том числе. Так вот, пользуясь тем, что я довольно-таки разносторонне развитый персонаж, я попытаюсь расширить немножко ваше мировоззрение, если вы не против, конечно, своим опытом. Так вот, с чего я хотел вообще начать эту всю ситуацию? С того, чтобы пояснять, почему я верю вообще в Бога, как Абсолют, Творца, не какого-то именно, допустим, библейского Бога, или еще какого-то, какого-то конкретно взятого. Нет, просто в некое высшее создание, частью которого мы и являемся, которая всю вот эту движуху-то, собственно, рейзом мутила. Кстати, как вам моя футболочка? Ну, она старенькая довольно-таки, но мне нравится символ на ней, вот прикольный, вот этот хороший. Так вот, цитата Блеза Паскаля. Очень интересный был человек. К тому же, Паскаль это был, пожалуй, первый из нормальных языков, относительно нормальных языков программирования, с которыми я познакомился. Потому что, в принципе, потом Паскаль вылился в Абжект Паскаль, Абжект Паскаль вылился в Дельфи, а на Дельфи я, в принципе, даже написал несколько довольно-таки приличных, функциональных, полезных приложений в свое время. Такие, как там, телефонный справочник Северодонецка, начальную базу данных для своей фирмы Барс по торговле компьютерами, а для налоговой еще там кое-что базу, кое-какую наваял. То есть, Паскаль это был один из первых языков программирования, которые, первый вообще, которые были нормальные. То есть, до этого я был знаком только с Бэйсиком, но Бэйсик, конечно, 10, 20, 30, 40, 100, 200, алло, ну такое себе. Ну, совсем тяжело. Так вот, в то время, когда я изучал Паскаль, я написал на Паскале, кстати, свою первую игру в седьмом классе. Морской бой. Сетевой причем, можно было играть по сетке, да, вдвоем. Можно было играть с компом. Комп играл очень хорошо, я нормальный для него интеллект написал по своим стратегиям. Ну, короче, там было 200 страниц исходного кода, и когда у нас начались уроки информатики в школе, мне говорили, учительница, а можно я не буду ходить, потому что вы понимаете, хуже меня о чем говорите. А я интересовался программированием еще, ну, класса с пятого. Она говорит, да ты попутал, малой, типа, не верю. Я говорю, ну, окей. Ну, и пишу за несколько дней вот этот вот на Паскале, который она преподает, вообще не зная до этого Паскаль, освоил Паскаль, написал быстренько на нем «Морской бой», работающий еще по сети. В ход-сете можно было играть, с АИ можно было играть. Принес этот исходник на 200 с лишним страниц, я распечатан, и дискетку скомпилированную. Она говорила, все, ладно, больше не приходи, короче. Ну, и больше не ходил на информатику в школе. Так вот, с чего эта вся история началась? Да с Паскаля. Дело в том, что тогда я еще не знал, кто такой Блес Паскаль, в честь которого назван этот язык, вот вообще не знал. А Блес Паскаль — это вообще умнейший... умнейший человек, разносторонне настолько развитый, которого я просто не могу запихнуть в какие-то рамки, называть его там каким-то условно, не знаю, математиком, или философом, или еще чем-то. А раньше это все не разделяли. Умные, эрудированные, подкованные люди были практически буквально умны во всем. Вот. Значит, о чем это я? О том, что цитатку Паскаля хотел привести, вот такую. Насчет всего того, что я буду вам дальше говорить. Цитатка такая. Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю все. Очень кратко, очень лаконично, очень гениально. Наверное, пожалуй, лучшее, что можно, не вдаваясь в подробности, почему я верю в Бога, не в какого-то именно конкретного, а вообще просто в Абсолюта Творца, вообще в то, что вот этот мир материальный, он вообще ни в коем разе не реальный. Это есть проекция более тонких миров, слоев, вашего мышления и так далее. Но это очень-очень-очень сложный вопрос. А в принципе, я хотел просто сегодня зарядить о Эпик Беже, которую я использую, да, для начала. Посмотреть интерес людей, насколько им может быть такой, для многих может быть трешечок, но для меня это все серьезно. Такой контент, а уже исходя из этого, если да, то можно покопать, в принципе, эти темы серьезно. Значит, что мы сегодня будем обозревать? О, там мои фанаты малолетние, походу, еще обострились. У меня тут есть группа фанатов у меня во дворе. Малых человек 5-6, они кричат ДЦП мне все время. Ну, я на них не обижаюсь, им там по 4-5 лет. О, ДЦП, наш герой. Ну, какой-то шмель летает, что-то хочет у меня. Сейчас, секунду я... Так вот, ребятки, что мы будем обозревать сегодня? Эпик Сет Беже от ДВП. Эпик Сет Беже от ДВП сегодня, которым я пользуюсь в реале. Я не все сразу купил, я покупал, тестил постепенно. Некоторые артефакты, помимо этих, у меня тоже есть, но они не показали никакой своей эффективности. Есть еще некоторые артефакты, которые есть, но я не готов вам, в общем-то, говорить о них и что они значат, потому что это может быть несколько опасно для меня. Вот. А за все остальное я вам покажу, расскажу. Ну, то есть, самую первую штуку вы видите, наверное, прямо на мне. Вот. Как бы это так бы, я не знаю, может быть, вот так как-то... Ну, потом покажу. Вот. Сейчас какие-то люди приехали. Это не я, зачем вы мне это говорите? Я не лускал здесь семечек, я более того... Ну, наши дети... Послушайте, пожалуйста, это не я. Я живу вот в соседнем доме и сижу у вас только потому, что тут солнышко. Я даже бутылки не оставляю у вас тут и забираю с собой. Вы меня перепутали, это единственное, о чем я вам говорю. Понимаете, мужчина? Какой ребенок говорил, что я лускал семечки? Я говорю, что нам неприятно, что вы сидите. Я вас услышал. Компот попьем, беседу по поводу телефонов проведем. Компот попьем, беседу по поводу телефонов. Замечательные люди. Естественно, пилиться в конфликт из-за такой хуйни я не буду. Я дело в том, что живу вот в этом доме, но у нас там типа тенек. А это соседний дом, его лавочка. И тут солнышко. Ну, такие вот добрые, хорошие люди хуй попутали, меня с кем-то перепутали. Я семечки в принципе не ем, потому что у него зубы разъебывают. Вот, и вообще за собой не гажут. То есть, где бы я на какой бы лавочке когда-либо не сидел, я даже не выкидил мусора в том мусор, который стоит возле этой лавочки. Ну, так между делом. Вот, ну, интересный контент получился. В принципе, как не дать пизды быдлу нахуй при его детям. При его детях, точнее, и его женщине. Потому что дал бы я бы ему легко. Ну да ладно, он в принципе в определенной степени прав. У меня есть своя лавка, свой подъезд. Ну, насчет семечек, того, что я тут гажу и так далее, это все, конечно же, дичь ебучая. Не употребляю вообще семечек, ладно. Сейчас передислоцируемся. Прервали. Вот эта сука какой-то слуга сатаны был, если честно, понимаете. Прервал, блядь, эзотерическую нашу беседу. Ну, так часто бывает, когда что-то пытаешься о высоком и хорошем. Появляется какая-то чепуха. И пытается этому помешать. Тупо какой-то демонический дядька. Да и хуй с ним. В принципе. Да и хуй с ним. Так, сейчас мы, короче, выкинем бутылочку. Сменим немножко палочку. Пока следующий бич не дойдется, допустим. Вот. И продолжим нашу экскурсию. И продолжим. Ох. И сейчас вообще золотые кадры будут. Оба-на. Так, куда же мы, короче, пересядем. Так. Погнали в садик залезем. Там я точно никому не помешаю. Скорее всего. Тут же сейчас детишек не водится. Надеюсь, сторож меня не отоварит. Сейчас посмотрим. Или водятся. Ой. Погодите. А это только май. Тут еще есть дети. Лоу. Ну ладно, интересное видео получилось. Как, в принципе, не впилиться в нахуй, не нужен конфликт. Чего и вам советую. Ну, сейчас где-нибудь вообще вот тут вот упаду по Бечевскому. Так. Сейчас посмотрим. А где тут до меня, может быть, по минимуму будут до ебу отступить. Вот такие жители. Так. Так. Не знаю, рискнем вот тут посидеть Если нет, то двинемся куда-нибудь дальше Напали, напали добрые люди Ох, тут какой заборчик вообще аутентичный Сейчас мы перекурим и будем дальше разбирать Эпик Бежун Смотрите, какой эпик Бежун мы будем обозревать Как я говорю, не всю Но, по крайней мере, ту, которую можно показать И которую я в основном, в общем-то, ношу и использую Я вам сейчас расскажу, что она делает Значит, смотрите С чего у нас тут начинается С вот этой штуки Это символ Велеса называется В принципе, как вы видите Похоже несколько на букву А Особенно если вот так посмотреть Сбоку другой символ Адолинтрова Сейчас вам тоже расскажу, что он значит С другого боку тоже он же Вот Здесь у меня Древо Жизни Браслетик Серьги я не ношу Я ношу 5 бирюлик иногда, но не всегда, иногда меньше Так, сейчас, подождите Тут как-то поменялось вид видео Надеюсь, оно как-то справится Вот То бишь Сережки я не ношу Вот А Поэтому Поскольку слотов-то, в принципе, 5 Ну, условно, можно обвешаться, обмазаться Хоть полностью Но ноги себе навешать и так далее Но Я использую обычно 5 слотов Два на руках и одно Ну вот Ну вот На шее Так За левое колесико я сказал, да Значит, левый браслет у меня что? Древо жизни Вот И Чертог финиста Звездей Инглии Ну, чертог финиста это, типа Славянская Астрология, скажем так Славянский, она у нас знака зодиака То есть, вот по Зодиаку, типа, европейскому, классическому Я Получается, близнец По Типа, славяно-арийскому Финист То бишь, сокол Финист Ясный сокол А вот Что у меня, значит, на левой руке, да? За артефакты Вот такие Так, сейчас докурим Значит, на правой руке Что у нас? У нас сила духа Называется символ Вот Здесь на руке Получается, что у нас Секира перуна В принципе, вот эта вся штука называется Вот На ней особо отдельного внимания Заслуживает вот этот символ Перуница Вот Которая по сопутствию еще является Руны у скандинавов тоже Вот То есть Секира перуна Как-то так это все выглядит Вот Ну и последняя штука Я же вам говорю Я вот Только на этом экранчике могу как-то показать Это тоже Чертох Финиста Ну, то есть Сокол изображен И Калаврат, я думаю Вот Что это все значит Я вам сейчас Попытаюсь рассказать Камера у меня тут, конечно Перееблась Перевертелась Уже 152 раза Мне даже трудно представить Как это будет в итоге В итоге вам видео выглядеть Вот Очень трудно представить Как это будет выглядеть В итоге вам видео Все эти подъемы Перевороты, да? Ну, тем не менее В общем-то Как вы поняли В Бога И вообще не то, что одного Даже в разных Я верю То есть Верю в существование В принципе Одновременно Многих-многих Пантеонов Там от каких-то Египетских Шумерских Не знаю Акадских Греческих Египетских Каких-то там Ацтеков Каких-то там Мексиканских Допустим Шаманических Верований Китайских Индийских Всех Буддизмов Индуизмов Джайнизмов Брахманизмов Ведизмов Всех мастей Даусизмов Вот Конфуцианство Немного не из этой серии Но не суть Но я имею ввиду Все это В общем-то В принципе Одновременно работает Иудейская штука Тоже там Каббалистика Весь этот Яхве И все И все Собственно говоря Товарищи Из дерева Сефироты Из дерева Клебот Тоже присутствуют Скандинавская Скандинавская Вся Штука Тоже есть Да То есть Все Торы Все Локи Все 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 Это есть В общем-то Ребята Хотите верьте Хотите нет Но я В данный момент В основном Придерживаюсь Именно славянской Скажем так Мифологии Поэтому у меня Символ Велеса Это тоже Славянский символ Древо жизни Тоже Наша тема Это Мой чертог То есть Ну Как бы Типа близнец Но финист Получается Вот Кстати Кто там Из хиромантов Смотрит Можете Посмотреть На руку Да То есть Если есть Профессиональные Хироманты В чате Даю вам Информацию Расшифровывайте В комментах Да То есть Вот Одна рука Вот Другая рука Оттуда Линию жизни Можно посмотреть Ну Кстати Говорят Батя Жить то Будет И Из нашей Славянской Мифологии Наиболее К этим Ребятам Предрасположен Ну да ладно Продолжим Что Вот что Смотрите Что у меня Здесь есть У меня Здесь есть Тетрадочка Ну Обычная Такая Школьная Тетрадочка У дочки Спиздил Вот Я ее Назвал Ну Книга И нарисовал Символ Велеса Ну Типа Книга Велеса Может быть Андрея Вот У меня Здесь есть Еще Я просто Мне неохота Дома сидеть Перед вебкой Такая классная Погода Если бы еще Не нападал Никто Взял Каких-то Еще Подручных В принципе Материалов Разных Которые По этой Тематике Ну Знаете Типа Стих Дополнительной Литературы Чтобы я В принципе Мог посоветовать Вообще Да На тему Но Об этом Мы чуть позже Я просто Вам пока Покажу То есть Я взял Несколько Тут Книжечек На эту Тему Как-то Косвенно Затрагивающе Полный Мешок Я естественно Набрать Не мог Камера Опять Едется Опять Как-то Ездит Вообще Ребята У вас Тут Походу Глаза Могут Сломаться Но Извините Но Извините Ну В принципе Самую Допустим Как бы Суть Насчет Моих Мои Эпик Бежи То есть Для себя Я зафиксировал Здесь Почему Ну Потому что Есть разные Виды памяти Есть разные Виды памяти Есть слуховая Там Есть зрительная Есть какая-то Ассоциативная Всякое Множество Разновидностей Памяти И в моем Случа Я не знаю Как-то так вышло То ли потому Что я привык Писать конспекты Ну Учился хорошо В школе Всегда все В институте Там что-то Конспектировал И так далее Я привык В принципе Писать конспекты Я знаю Что если ты С чувством С расстановкой С вниманием Что-то для себя Запишешь То это Очень хорошо Повлияет на то Как ты это Запомнишь И услышишь Давайте посмотрим Что тут у нас В общем-то В этой тетрадке У меня таких Тетрадок Множество Наверное Штук 30 По самым Разным темам Я пишу Конспекты По книгам Которые я Прочитал Я веду Дневник Что у меня Вообще В жизни Случается То есть Самые интересные Какие-то вещи Фиксирую Странные события Чтобы потом Как-то Вернуться Интерпретировать Ну то есть Я вообще Люблю писать Люблю читать Но пока что Не могу Это как-то Достойно реализовать Но будем считать Что Андрюха Пока еще бродит Настаивается Как хорошее вино Допустим Вот С чего Начинается У меня Собственно Эта книжка Потому что Как вы поняли Я В славянском Фреймворке Да Сын Перуна Внук Сварага Все вот Как-то так Поэтому Начинается У меня Эта книжка С Славления Рода Ну одного Из Как бы Ключевых Верховных Богов Славянских Я вам Прочитаю И буду читать Через экран У меня зрение Плохое Но я постараюсь Потому что я помню В принципе Его практически На язык В любом случае Это мой почерк Кстати Можете посмотреть Раньше в школе Был лучше Поаккуратнее И покрасивее Писал Ну да ладно Прошу Род Род Небесный Укрепи Сердце Мое Святой Веря Даруй Мне Мудрость Предков Моих Сынов И внуков Твоих Даруй Счастье И мир Народам Твоим Ныне И пресно От века До века Така Быть Така Есть Така Буде Великий Бог Род Ты наш Покровитель Славен И треславен Будь Тебя Извечно Величаем Во всех Наших Родах Прославляем Да Не сякнет Помощь Твоя Во всех Благих И созидательных Делах Наших Ныне И пресно И от Круга До Круга Така Быть Так Есть Така Буде Вот так Начинается Моя Тетрадка Ребятки Кто Придерживается Каких То Других Мировоззрений И взглядов Я не против Ребят Я не против Кого Вы Пожалуйста Верьте Вообще Во что Хотите Но я точно Вам скажу Как вы уже Поняли Лучше Во что Верить Чем Не верить Вообще Ни во что Потому что Если вы Не верите Ни во что Вам будет Трудно Верить В себя Это Хорошо Это Неплохо Но в этом Есть некая Доля Наебалова Потому что Никакого себя В принципе Нет Это все Иллюзия Обособленности Вот Поэтому Ребятки Кто Как-то Придерживается Каких-то Других Религиозных Конфекционных Взглядов Пожалуйста Не агритесь На меня Я с уважением Отношусь Ко всему Во что Бы вы не верили Хоть вы там Даже допустим Сатанисты Или в Бога Кузи Верите Это ваше дело Но я точно Уверен Что верить Хоть во что-то Лучше Чем не верить Допустим Ни во что На этом Я надеюсь Нападки На меня Что я двигаюсь В этом сеттинге В славянском Прекратятся Но он Для меня Наиболее Резонирует Поэтому Ребят У меня эпик сет От сварага Свараг ковал В общем то Ну давайте посмотрим По порядку С чего я начал Да то есть Это мой конспектик По собственно говоря Моей эпик беже Я его иногда Пересчитываю Потому что Со всей этой штукой Она знаете Как работает Примерно как Эффект плацебо В большей части Потому что На мой взгляд Вся вот эта реальность Все ее проявления То кем вы есть Каким вы видите мир Какой мир И какова жизнь Для вас Это какой-то Совокупный Синтез Это какое-то Коллективное Собственно говоря Сновидение Ну это явно Не то что Чем кажется То есть Условно Если бы я был Очень сильным Могом И волшебником Я бы мог Сейчас вот эту Лавку Да Превратить там Из какой-нибудь Плохой Деревянной В дубовую Например Но я пока Слабый волшебник В общем Ребятки Да Вы поняли Вы пожалуйста Если хотите Верьте во что угодно Ради бога Лишь бы это вам Приносило пользу Шло на благо И как-то вас Вообще Укрепляло Поддерживало И структурировало Потому что Все боги Какие бы они ни были Они у вас Собственно говоря Первыми не поверят Все начинается Грубо говоря С вас Сначала ты во что-то Начинаешь верить А потом это что-то Возможно Начинает верить в тебя Примерно так это работает Я уж молчу про то Что мы по сути Не в прямом смысле слова А несколько В аллегоричном Дети Все богов Ну может быть не все Может есть какие-то Биороботы Боты НПС Может быть какие-то Рептилоиды Смотрят сейчас мою запись Не знаю Серые Белые Полосатые Волосатые Тресом волосатые Какие угодно Ребят Я не против Типа каждый тут Играет эту игру И у каждого Свои интересы Я не против Что у каких-то Там допустим Групп У каких-то Объединений По интересам Могут быть другие Интересы Которым Я со своим Мировоззрением Могу быть Может быть врагом Может быть Меня просто Вообще сильно Блять Ушатало Солнышком Я не знаю Но вы поняли Мою точку зрения Я считаю Что это все Очень-очень Интересная игра Боги есть И дай Бог Вам найти своих А я своих Думаю Нашел О них и поговорим Собственно говоря В который раз Пытаюсь Начать читать Свой конспектик Да То есть Что мы тут видим Символ Велеса Вот он Собственно говоря В моей Волшебной Просто смотрите Пикассо Интерпретации Да То есть Ну и читаем Что написано Буду читать Через экран Да Потому что Через экран Лучше видно То есть Прикиньте Я смотрю на тетрадку Вот так вот Я не могу С нее прочитать Ну далековато Уже для меня Ну где-то Сантиметров сорок Чтобы десять Вот отсюда видно Но уже Тогда мне придется Двигать Типа Понимаете Очень сильно А вот через экран Вижу Потому что я могу Телефон ближе поднести Вам правда Мой ебач Будет там практически На все лицо Но через экран Я вижу Ну давайте Начнем Собственно говоря За выбор колец То есть Какие кольца Выбрал Внук Сварага Первое кольцо Посвящено Собственно говоря Велесу Славянскому богу Хозяйства Плодородия И богатства Согласно Согласно легенде Он получил Свои силы От света и тьмы И сделал мир Динамичным Изменяющимся То есть там При ближайшем рассмотрении Выясняется Что Как бы Ну если изучать Мифологию Ближе Славянскую Что Велес Это такой Супер Сверхадмин Который отвечает За тики Нашей реальности То есть Он придает ей Движение Ну своего рода Даже бог времени Итак Надо отметить Что Велес Почитался Как бог Непревзойденный По могуществу Возможно Именно поэтому Оберег С его символикой Действует Чрезвычайно сильно Он покровительствует Носителям Сакральных знаний Людям Горящим Внутренним Творческим огнем Путешественникам Знак Велеса Принесет удачу В торговле Законотворческой Деятельности И магических практиках Поскольку Велес Покровительствует Магии Он подарит Вам способность Предугадывать события А избранным Откроет Тайны мироздания Ну Не кидайте Мне сильно камень Но я считаю Себя в определенной степени Избранным Для того Чтобы Короче Втирать вам Дичь Ладно А вы можете Выбрать для себя Этот обережный знак Если наделены Каким-то Талантом И готовы Идти Особым путем Меняя Общественные рамки Ну Остерегайтесь Прибегать К каким-либо Искусственным Расширителям сознания Блядь Вот это меня Всегда смущает Конечно Я это же Переписал Из По-моему Славян Славян Арийских Ветхиневич Собственно Верите Значения И тут говорят Велес Всеведащий Беспощаден К алкоголикам И наркоманам Ну то есть Пиздец По факту Я сам Дрочу свою судьбу Ну потому что Я как бы Немножко алкоголик И немножко Аркоман Ну ладно Я думаю Мы с Велесом Добазаримся Все таки Это братишка А не там Как-то там Да Я думаю Порешаем Вопросы Вообще Для тех Кто носит Символ Велеса Открываются Все дороги А удача Становится Их постоянным Спутником Любые сложные Ситуации Торговые сделки Непростые Переговоры Все в конечном Итоге Сказывается Наилучшим Образом Человек Чья жизнь Проходит По знакам Велеса Успешно Принимает Вознейшие Жизненные Решения И часто Побеждает Символ Велеса Традиционно Считается Мужским Оберегом Вот Любому Кто выберет Для себя Этот оберег Он дает Мощную Защиту И колоссальную Энергию А также Отводит Людей Чьи намерения И мысли Нечисты Вот так вот Ну Хамовитого Соседа Не отвадило Ну да ладно Может он И не сила тьмы Просто в натуре Дети наебали Ну его понять Тоже можно Ему какие-то Малые Сказали Что типа Блядь Это вот этот Хуй тут Все обосрал Блядь Хотя это точно Был не я То есть понятно Что чувак Как бы не выкупает Не вырубает Ну ладно Поймем и простим Я думаю Если бы он был Силами Нечистыми Меня бы Отводил Просто Велес Так что Скорее всего Это какой-то Тоже нашинский Парень Но введенный В блуд А далее Трава Ну собственно Что есть А далее Трава Это есть то Что расположено На торцах У меня вот здесь Да Многие там сразу Пугаются А я вот уже Неоднократно Испытывал Какие-то нападки На себя По поводу того Что Типа Я этот Какой-то фашист У меня тут Сластика Все такое Но Сластика Это вообще Древнейший Сакральный Символ Который В принципе По разным Версиям Символизирует Как Например Нашу Галактику Млечный Путь С ее Четыремя Рукавами Да Вот Так и Например Движение Солнца В четырех Основных Сезонах Года И так далее То есть Варианта Очень масса Приписывать Именно Австрийскому Художнику Авторства И Копирайт Права На Свастику Это глупо Тупо И очень Ограниченно Ребятки Не думайте Что как-то Это связано В общем-то Именно с Нацизмом Нет Илоизыч Просто Позаимствовал Эту тему И все И так Ну что Переходим К нашей Одоленой Траве Что она Нам дает Символ Одоленой Трава Состоит Из Стилизированного Креста Образованного Двенадцатью Лучами Считается Что Этот Донести Людские Мольбы До самого Солнца Свет Которого Рассеивает Тьму И возрождает Человека Как физически Так и Духовно Древние Славяне Верили Что Телесные Хори Насываются Нечистыми Силами А долен Трава Защищает Человека От таких Воздействий Поскольку Объединяет Усилия Берегинь Этот Символ Еще Называют Двойной Огненный Знак И Считали Что Он Способен Сжечь Недуги Очистив Тело Человека Его Душу Зная Его Могущество Этот Знак Носили Не только На Нательных Оберегах Но и На Одежду Посуду Оружие И Доспехи Оберег 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 Здорово И Полнокровные Жизнь Если Вы Искренне Верите В Добрый Свет И Сильный Дух Аберег даже при хронических заболеваниях или тяжелых болезнях. Однако не стоит забывать, что здоровье человека связано не только с его физическим, но и с душевным состоянием. Оберег «Одолень трава» позволит вам укрепить внутренние силы, преодолеть неуверенность в себе и победить депрессию. Вот это мне очень важно вообще. Если ваше здоровье пошатнулось, или вы чувствуете, что начинаете впадать в апатию, попросите свой оберег «Одолень трава». «Одолей мои немощи и печали», и он наполнит вашей жизненной энергией, необходимой для борьбы с недугами и напастями. Но поможет этот оберег только тому, кто чист помыслами, не ленив и готов подняться на следующий уровень своего духовного развития, даже через физические страдания. Вот такой вот пауэр у меня, значит, в левом кольце. А значит, рысич. Рысич у меня расположен на той бирюльке, которую я вам не показываю, потому что там расположено кое-что еще. Я не ношу это кольцо при людях. В основном одеваю его даже на ночь. Вот. Поэтому рысич мы пропустим пока что. И перейдем к правому кольцу. То есть анквин уже рассмотрели. Справа у нас что? Справа у нас духовная сила. Вот. Плюс какая-то просто случайная вязь. Ну как не случайная, то есть красивая какая-то приятная вязь. Вот. Вот он, этот символ в изображении Пикассо. Ну и считаем, что мне дает второе колечко. Духовная сила. Само название этого бережного символа говорит о направленности его действия. Элементы символа духовного сила подобраны и соединены таким образом, что усиливают стремление человека к получению духовных знаний и помогают понять и применить непростые законы духовного мира, гармонично существующего в жизненном пространстве. Оберег духовной силы создан для того, кто избрал духовный путь развития. Поскольку на этом нелегком пути человека подстригает масса опасностей и препятствий, этот бережный символ поможет справиться с ними. Созидая через разрушение ненужного, обладатель этого берега сможет осознать свое истинное предназначение и сохранять ясность мыслей и твердость намерений. С кольца не разобрались. Нет, не разобрались, еще тут есть немножко. Духовная сила предназначена для людей, которые четко знают свою цель и готовы идти к ней. Отбросив материальный мир на второй план, этот оберег даст возможность сконцентрировать свой дух и сохранить самообладание даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Развивая себя, обладатель духовной силы сможет не только постоянно увеличивать мощь внутреннего духовного огня, но и управлять своей жизнью, строя ее в соответствии с законами Вселенной. Вот теперь с кольцами закончено. Дальше у нас идет что? Правый браслет Секира Перуна. Изображение от Гуру. Как это выглядит, собственно говоря, на руке? Перун один из самых почитаемых славянских богов. Именно его имя связывают с разой и молниями и преклоняются перед мощью сурового бога Ромаверса. Считалось, что он олицетворял собой несокручиваемую мощь света и покровительство воинам. Вот я, как уже писал в комментах у себя в телеграм-канале, любопытная такая ситуация, что я еще даже не увлекаюсь вообще никакими мифологиями, и уж тем более славянской. Назвал еще в далеком 2004 году свой самый первый клан в линейке Thunder Force. Мне там нравилась песня, в общем-то, и вообще группа Рапсоди была такая. И у них был трек Holy Thunder Force он назывался. И он настолько меня заряжал, настолько был бойкий, энергичный. Я, может быть, вам оставлю ссылочку на него там где-нибудь в описании, если кому интересно. То есть именно впечатленный творчеством группы Рапсоди и вот этим треком Holy Thunder Force, я еще в 2004 году, будучи 22-летним пиздюком, называю свой первый и единственный клан, которым брендом я обладаю. То есть многие меня знают, там, Патиону, Red Sky, там, многие думают, что был какой-то вообще Red Zerg. Хотя Red Zerg это просто собирательный образ и пародия основного на себя. Нас назвали Red Zerg, потому что там было 6 или 7 кланов, ну, тогда еще лимит был 40 человек, которые назывались как-то Red. Red Squad, Red Sky, Red Sunrise, Red Star, Red Storm, Red еще что-то, понимаете? И я все это просто назвал Red Zerg. Такого в действительности термина вообще никогда не существовало Red Zerg, да? То есть альянс назывался вообще Exile. И туда входили даже, ну, как бы буржуйские кланы всякие, которые имели название никакие не Red, а там, например, Prethorians, да? Просто в этом альянсе было много Red, 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 Red. И нас типа, как бы, хейтеры и всякие тролли называли Red Zerg. Я, пользуясь случаем, включил это в описание. Никакого Red Zerg никогда не было. Меня чуваки спрашивают, ты типа, а где ты играл? Я говорю, ну, в клане Red Sky. Блядь, подожди, а я думал, что ты в Red Zerg играл? О-о-о! Ну, ребята, Red Zerg это просто, я же говорю, собирательный аллегорический образ, да? Вот. А мой единственный клан, который вот именно мой, хоть я и хероватый, еще раз повторюсь, клан-лидер, у меня не хватает времени на все, он всегда и даже сейчас на Вальгале называется Thunder Force. То есть, только от такой клана, только с таким названием я всегда создавал. И первый раз создал его в 2004 году, еще вообще даже не увлекаясь никакими мифологиями. Ну, из богов грома и молнии я тогда мог знать, может быть, максимум Зевса, скорее всего, который тоже мне импонирует. Ну, в общем-то, ребята, понимаете? А, вот, связывается с разу и молниями Перун. В скандинавской мифологии с такой же штукой связывается Тор. Вот. И даже местами какие-то истории и вообще песни и так далее про Тора мне резонирует даже больше, чем про Перуна. Ну, хотя они типа в определенном плане, так сказать, братья. Так вот, читаем дальше. Оружие Перуна – боевой топор или секира. Именно этот символ стал традиционным славянским мужским оберегом. Часто на него наносились различные сакральные знаки. Это усилило действие оберега. Древние воины верили, что получают от Перуна силу, отвагу и мужество, а также защиту от вражеских козней. Изначально этот престижный символ принадлежал к дружине мужчин-носителей. Блять. А, сначала этот символ принадлежности к дружине мужчины носили на поясе. Позже появился нагрудный вариант. Хорошо. Хорошо. Безусловно, секира Перуна подойдет тем, кто связан с воинской службой. Однако мужчины, которые занимаются мирными делами, тоже получат поддержку высших сил. Ведь внутренних врагов хватает у всех. Этот оберег усилит мужские качества характера, укрепит силу духа и поможет своему обладателю быстро восполнить запасы энергии. Кроме того, этот дар Перуна защитит вас от недоброго глаза и злых намерений ваших недоброждаций. Особенность действия этого оберега в том, что он накачивает личную силу своего владельца, а затем в какой-то момент направляет ее именно туда, куда нужно. Однако, если вы не привыкли четко ставить жизненные задачи... Я, кстати, не совсем привык, но хотя общий вектор имею... Часто перескакиваете с одного дела на другое, ваша личная сила может быть переизрасходована. У меня такое было, перерасходована. Крепость духа и... Мягкая. Кто, блин, не видно? Подожди. Кто мягкая? А, и личная, это не мягкая. Гля, как похоже. Личная она мягкая. Я думаю, что там может быть мягкого в этом, блядь, символе. В натуре огонь. Крепкость духа и лишняя дисциплина едва ли не основные. Качество настоящего воина, и вы должны постоянно развивать их в себе. Я стараюсь, но, сука, вот с дисциплиной пока тяжеловато. Но есть еще над чем работать. Только постоянная работа над собой и победу над собственными слабостями делает из мужчины истинного воителя. И оберег секира перуна поможет вам в этом. Дальше у нас идет перуница. Ну, перуница это... Вот видите, руна типа посредине, да, там... Ну, посредине именно... Топора. Вот это и есть перуница, да? Ну, вот я ее изобразил, собственно говоря. И читаем, что это значит. Перуница едва ли не самый сильный сакральный славянский символ. Не напрасно он похож на молнию. Одно из самых загадочных явлений физики. Перуница или молния перуна обладает неимоверной мощью. И раньше этот знак совмещали с другими... ...символами. Для усиления их действия. Однако, делать это имели право только посвященные, которые умели правильно направлять энергию знака. Перуница означает целеустремленность, удачу и достижение благоденствия. Именно эти дары бога армавиржца перуна приносят своему обладателю оберег. Как символ победы света над тьмой, этот знак поможет рассеять тьму, появляющуюся в вашей жизни. Для того, чтобы усилить обережные свойства перуницы, ее заключают в звезду Инглии. Ну, собственно говоря, так и есть. То есть, он у меня в связи с Инглией. А вот, если вы выбрали его в качестве оберега, если вы выбрали в качестве оберега перуницу, отнеситесь к ее стремительной мощи с уважением. Я думаю, она поможет вам прийти к победе. Стараюсь. Дальше что у нас? Дальше Калаврат. Ну, Калаврат у меня где?